Что такое метод шестого? Метод шестого – это постепенное вхождение в язык. Можно начать с того, о чем я сейчас говорил. То есть, берете, читаете «10 негритят» на русском языке, после этого включаете дикторскую речь, и, следя глазами, и слегка пытаясь как-то что-то имитируя, то есть, просто сделать так, как поступают все полиглоты последнего столетия. Все полиглоты последнего, вот текущего, да, за последние 100 лет. Начинают фактически с этого. Некоторые там карточки дурацкие используют, некоторые там еще что-то, слова учат через картинки, через какие-то образы, через мемотехнику. Но базой является вот этот кусок, то есть, прочтение хорошего куска текста. Понимаешь, не понимаешь, получается, не получается. Не впадая в отчаяние. Нужно просто… Срабатывает очень интересный механизм. На этом, говорю, пытаются построить курсы, но в дальнейшем, вот, кроме вот этой вот вводки, трех-четырехчасового прослушивания с попыткой проговаривать, дальше это уже бессмыслится. Потому что дальше, когда вы наслушались, и мозг пытался это повторить, это и есть создание новой базы. После этого нужно перейти к другому типу упражнения, которое называется детализация. То есть, когда вы установили соответствие, выглядит вот так, в массе своей звучит вот так, то есть, является таким же языком, как русский, это называется упражнение ВАУ. Нужно перейти к детализации. То есть, на плохом качестве проговаривания дальше не проедешь. Поэтому все упражнения, все люди, которые это декларируют, к сожалению, я не знаю, или как-то мрачно шутят, во всяком случае, от этого ничего хорошего у нас с вами не будет. От простого повторения даже десятки часов без понимания того, как эти звуки, как слова, звуки и фразы артикулируются в разной манере на разной скорости. Слова всегда произносятся отдельно, одним образом, сливаются во фразы и начинают звучать другим образом. Звуки на стыках сливаются, ассимилируются, гласные начинают сокращаться или вылетать. Очень интересные процессы происходят. После этого, прочитав на русском, структурировали речь. Прочитали на английском Агату Кристи, я сказал, 10 негритят, но это 5-6 часов займет максимум. Прочитали. База есть. База а-ля полиглот. Дальше. Переходим на детализацию. По детализации нужно хорошо освоить на замедлении, нужно хорошо освоить, чем отличается звуковая система другого языка, в данном случае нашего любимого английского, самого популярного языка мира, который даже китайцы с утра до вечера учат в невероятных количествах. во все возрастающих количествах. Нужно освоить нормальную, хорошую фонетику. И вот с этой фонетикой начинается проблема. То есть люди не ставят фонетику, не знают, что такое фонетика. В учебниках для педвузов не предусмотрена постановка реальной фонетики. Реальная фонетика в разы сложнее, чем то, что вы видите, или объясняется сложнее, чем то, что вы видите в любом учебнике, начиная с учебника Бонг. Вы открываете учебник фонетика, но вы там видите учебник фонетики для первоклашек. Для первоклашек. Учебник для консерваторского уровня в 10 раз сложнее. Там идут невероятно сложные описания, которые сами носители языка даже не могут понять до тех пор, пока эти термины не выучили. Ну, различные забавные, филологические и не очень забавные такие термины. Ну, вы представляете, да? Специальная литература, специфическая. Никто это тоже читать не будет. Таким образом, мне удалось определить минимальные требования к произнесению английских или других звуков в разных языках, романно-германских, к примеру, на таком уровне, чтобы все, что вы говорите, понимал носитель. Так? Мы, то есть, чтобы не преподаватель вас понимал, а вас понимал, свободно носить языка, который не привык воспринимать годами. То есть, он не находится в порту, куда постоянно, где, который постоянно посещает русские моряки, или там не работает в баре. А именно просто обычный англоязычный человек, у которого нет опыта общения с иностранными. Он русский-английский не понимает. Поэтому, ключевым моментом, ключевым моментом вот этой постановки является, сразу говорю, если вы видите, что преподаватель вам не объясняет долгую «а», «а», без которой английского языка нет, значит, научиться нормально произносить слова английские невозможно. что мешает преподавателю, ну и вам, впоследствии, в результате, произнести долгую «а», «а», «а». Мешает неразработанность жевательной мышцы, которая называется «тризм». Можете посмотреть в интернете «тризм». Вы просто в школе не порастягивали. Поэтому большинство наших товарищей, наших людей, наших соотечественников и так далее, они разговаривают не на театральном русском, не опуская рот на гласные, потому что у них просто не растянута жевательная, опускательная мышца. То есть, имеется заболевание «тризм». Ее можно порастягивать, нужно просто понимать, что в английском языке ударный слог, на ударный слог челюсть по большей части остается на месте. И лишь тогда, когда произносятся три длинных звука, «у», «и», и «аа». Долгое «аа», долгое «уу», долгое «и», долгое... не по долготе. Долгое, это они назвали, неправильно назвали, двусмысленные, двусмысленные термины даже в английском. На все абсолютно двусмыслиться идет, то есть, очень легко запутаться. На... Это не долгие звуки, это звуки, которые можно тянуть и варьировать. Вот так. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у И объясняют это на полной скорости, сами не знают. То есть просто говорят. А это нужно петь. То есть препаратель должен уметь ставить хоры, голос и петь. Не просто говорить, не просто говорить в ритме марша что-то, а именно спеть. Спеть нормально. Не раздвинули, получился русский-английский. Не опустили, а получился русский-английский. Понимание нас носителями зависло на постановке артикуляции.